Новый видосик, бро. Приятного просмотра. Это вроде Квин Хила, только седьмой Танхол. Конечно же на семерочку мы никаким образом Квину запихнуть не можем. Семь не равно девять, я думаю в математике все проходили, все изучали. Но мы можем взять кое-что в крепости клана, ребят, и это вышибалы. Да, ребят, это именно синяки. Именно синяки в крепости клана под двумя хилочками. И посмотрим, что этот, собственно, выше хил. Или ваши варианты в комментарии, ребят, как это назвать. Короче, что это сможет сделать с ребятами в поиске. И с ребятами в глобале. Проведем парочку атак, соответственно, в онлайн режиме. Ну и посмотрим, на что Микс способен. К этому самому Квин Хилу, выше хилу, я что примотал? Это Хоги. То есть Микс, по сути, может обойтись легко и без вышибал. Но, собственно, почему бы и нет? То есть 21 Хог, 5 гигантов, 5 магов, 22 лука, 2 хилочки по баночкам, 2 хила, Рейджик. Рейджик будем стараться скидывать именно на вышибал, чтобы это все очень сочно выглядело. Во всяком случае, друзья, пока я не забыл, давайте нажмем на эту самую тележку, игры выходного дня и возьмем самое клевое, что я тут вижу. Нет, не это. Блин, украли у меня задание. Тут было задание снести базу оппонента на 100%. Блин, к сожалению, такого тут уже счастья нет. Воздушные обороны? Ну ладно, сойдет. Короче, ребят, задание выбрали. И го, уже встретимся в самой атаке. Итак, пятнистые. Первая жертва. Вот такая вот темерочка, вроде бы по дефу сок. Единственное, что кинг 2 левел. И судя по этим трупикам, возможно, ловушки разминированы некоторые. Собственно, сейчас будем, как говорится, посмотреть. Первое, что я сделаю, это, конечно же, проверю крепость клана, потому что мало ли что. Крепость клана отсутствует. Это окейно. Это супер. Значит, сейчас мы уже можем запускать наших вышибал, наших синяков и, конечно же, подхилочками. Погнали, наверное, синяки с этой стороны откуда-то. Две хилочки запускаю на них сверху. Ну и, собственно, посмотрим, что они будут делать. Вроде как по хпшечкам они не просаживаются. Блин, здание дефа просто на один булыжник. Им они их разносят крайне яростно, крайне быстро. Единственное, что немного ребята разделились. Наверное, надо бы зачистить круг, чтобы они потом объединились все-таки обратно в одну кучку. Потому что, когда они идут по одному, это не очень клево. На самом деле, хотелось бы видеть их вместе. Хотелось бы видеть их едиными. Мы едины, ё-моё, как чародейки. Но почему-то они не хотят идти вместе. В всяком случае, запущу еще парочку визардов и гигантов. Зачищу круг, чтобы вышибалы впоследствии потом все-таки пошли вместе. Но нет, что-то они совсем не хотят объединяться. Вышибалы снизу уходят вниз, а вышибалы сверху. Один вышибал идет, соответственно, вверх. Это не есть хорошо, это не очень клево. Во всяком случае, давайте, наверное, пропуливать хогов. Хогов мы запустим с этой стороны. Запустим сзади также кинга. Пусть потихонечку чистит. Немного я не понял, а где мои вышибалы? Только что вроде бы были здесь. А тут бах, и уже совсем-совсем нет. Хм, а на кого мне рейджик-то скидывать? Ладно, скинем на хогов. Это, конечно, полное безумие. Но, блин. Где как не здесь творить безумие, правда, друзья? Поэтому запускаем рейджик, и, соответственно, хоги под рейджиком яростно бегают. Кинг даже их не может догнать ни капельки. Но это изи-трешка. Это реально изи-трешка, без каких-либо особых проблем. Берется тут отметка в три звезды. Ну и пока, на самом деле, я особо не прочувствовал вышибал под хилочками. Почему? Потому что разделились. А как их направить в одну точку так, чтобы все три вышли в одном месте, и чтобы две хилочки постоянно хилили всех трех вышибал? Попробуем исправить это положение уже в следующей атаке. Но пока что довольствуемся вот этой вот изи-трешечкой, 16 кубками, ну и, собственно, ресурсами с заброшенной базой. Итак, ребят, жду вас в следующей атаке. Итак, наша следующая жертва. Это восьмой тоннхол. Парень немножко зарашил. Но, в принципе, это поинтереснее, чем фуловая семерка. И это реально сильнее, чем фуловая семерка. Опять-таки, синяки в крепости клана. Две хилочки именно для них. И первое, что мы делаем, это чекаем крепость клана. И не зря мы это делали. Шары топовые в крепости клана на таких кубках. Ну ты, чувак, даешь. Ладненько, сманим это все дело на край карты. Далее луками запинаем. Надеюсь, запинаем, потому что всякое может произойти. И мало ли там шары включат какие-нибудь супер-бластеры и всех моих луков аннигилируют. Нет, конечно, такого же не будет. Во всяком случае, раскидываем лучниц. Можно было сгруппировать в одну точку шаров, уничтожить с помощью визардов. Но, собственно, уже поздно. Поэтому таки двое визардов просто так. Ну и пока танкуют луки, надо, чтобы визарды наносили дамаг. Так, три из четырех уже уничтожено. Ну а далее надо бы где-то чистануть немножко круг. Ну и, соответственно, попробовать завести вышибал, ну, из одной точки, скажем так. Поэтому тут я запущу гигантов. Там я запущу кинга и трех визардов с парочкой луков. И попробую все-таки зачистить круг и завести своих вышибал в центр данной карты. Круг фактически уже почищен. Вертолеты летают за окном. Спасибо огромное, ребят, за это. Реально, прям вообще за окном, за окном. Итак, вышибалы пошли и готовим для них как раз-таки баночку рейджа. Баночка рейджа уже наготове. Пофигу на гигантов, пофигу на кинга, пофиг на то, что они загибаются. Мы тестим сейчас именно синяков и смотрим на то, что эти ребята могут натворить. Баночка рейджа отправляется в центр. Надо сейчас быстренько вынести пвоху, пока не пострадали хилочки. Нет, хилочки все-таки страдают, поэтому надо успеть прикрыть вышибал. Запускаю я своих хогов. Все равно, что я это делаю со стороны вражеского кинга, сейчас реально надо прикрыть синяков и не позволить им загнуться. Первый хил я скидываю, наверное, уже прямо сейчас. Возможно, слишком рано. Возможно, реально слишком рано. Ну и плюс крайние домики строителя. Ребят, я что-то про них совсем забыл и, соответственно, на них может просто не хватить времени. Последний хил отправляю между зданий дефа. По идее, между башней визарда и пвошкой должна быть гигбомба, поэтому хил вроде как зайдет там хорошо. Единственное, что как-то очень сильно страдают хоги, вылетают прямо на ловушках. Ну и реально, похоже, это будет фиаско в плане времени. То есть не хватает тут времени на трешку. Крайние домики строителя тут карточку затащат, то есть время кончается, а процентов особо больше не становится. Блин, время совсем-совсем поджимает, но и похоже, это все-таки не будет атака на трешку. Опять, ребят, допускаю банальную ошибку, забываю сохранить парочку луков на крайние здания. Если бы эту ошибку не допустил, взял бы тут три звезды. Но так имеем то, что имеем, 97%, нарезы не обращаем внимания, мы их сейчас не фармим, мы просто тестим Мексецкий. Сейчас мы проведем еще одну атаку, ну и попробуем немножко реабилитироваться и не забыть про крайние здания. Итак, ребят, не переключайтесь. Такс, последний оппонент на сегодня, без крайних домиков, поэтому с ними мы не зафейлим, и первое, что делаем, конечно же, как и всегда, чекаем крепость клана. Да ладно, ребят, на таких низких лигах крепость клана? Ну вы вообще прикалываетесь. Что ж, сманиваем ее на край карты. Ну и там опять-таки с помощью луков попробуем быстренько-быстренько уничтожить. Ну реально, просто удивляет пацаны, что не атака, то крепость клана. Так, шары уже вроде как смещаются краешку, смещаются краешку. Ну все, можно докидывать луков. Докидываем луков, оставляем парочку про запас и накидываем еще парочку визардов, чтобы быстренько дамаг в шаров влили. Так, минус шары, соответственно. Далее, что делаем? Начинаем чистить круг, то есть пошли у меня гиганты с одной стороны, кинг с другой стороны, опять-таки парочка визардов и лучницы. Что там за фонтаны просто? Офигеть. Фонтанируют и фонтанируют нам юниты. Очень жестко. Да, это жестко. Ну да ладно. Собственно, в центр мы сейчас отправим, наверное, вышибал. Только единственное, что а пойдут ли они в центр? А пойдут ли они в центр и пойдут ли они под хилочками? Во всяком случае, пускаем вышибал, опускаем хилочек и отправляем рейджик на вход. Прямо на вход, прям сразу в топочку кидаем рейджик, ну и надеемся на то, что вышибалы сейчас быстренько снесут пвошки. Ну и хилочки, собственно, не пострадают. Отлично, пвошки вроде как минусуются, но нет, на самом деле не минусуются. Почему-то и уже один из вышибал успел отъехать. Как они это делают, у меня просто нет никаких вообще соображений. Вроде бы под хилочками, вроде бы в одной куче и под баночкой рейджа. Все равно умудряются отъезжать и соответственно тащим нам каточку хоги. Запускаю я хогов со стороны зданий дефа. Вышибалы уже не дают какого-то клевого урона, они ходят по одному и хилочка хилит кинга. Ну в принципе это даже нам на руку, потому что кинг реально втанчил достаточно много дамага. Ну и последний хил фактически нам тут даже и не нужен, потому что хоги абсолютно фуловые, а по зданиям дефа остается буквально совсем ничего. Вот такая вот изи атака, но тут затащили реально хоги. То есть тут 20 хогов бы справились с этой базой. Ну единственное, что крепость клана надо было уничтожить с помощью луков, а в остальном же можно просто было запустить 20 хогов и вся эта база бы умерла. То есть в конце видеоролика, конечно же, подведем какие-то итоги, но сейчас уже могу сказать, что вышибалы под хилочкой тема прикольная, но далеко не самая эффективная. То есть если брать предыдущий мой видеоролик, где я атаковал также на седьмом танхоле и там мне попались вышибалы в крепости клана, и скидывал я их уже просто в центр под баночкой рейджа после того, как зачищу круг с помощью, собственно, гигантов и кинга с визардами, там мы, соответственно, атаковали вообще без хогов, использовали еврейский топ-микс, то там вышибалы себя показывали вообще просто конь-огонь, лучше всех и вообще просто замечательно все шло. С хогами же получается полная фигня, и с хилочками на вышибалок тоже получается полная фигня. Надо будет еще, наверное, попробовать атаковать миксом еврейским, но с хилочками на вышибалах, может быть, зайдет, но вряд ли. Скорее всего, хилочки будут перескакивать просто на гигантов, либо на магов, либо на кинга. Ну и в результате у нас будет получаться приблизительно то же самое, что и в последней атаке. Так, мы вроде бы выполнили испытание, кстати. Да, действительно, выполняем испытание, получаем какое-то количество медалек, ну и в принципе сочно, в принципе клево. Но на сегодня, ребят, это все. Итог я вроде бы подвел. Вышибалы под хилками на седьмом танхоле, конечно, сильно, конечно, прикольно, но по факту не самое эффективное использование юнитов и лучше вышибала скидывать просто в центр, под баночку рейджа, без каких-либо хилочек и не использовать вышибал для того, чтобы чистить круг, потому что ребята реально разбегаются и получается полная фигня. Итак, ребят, на сегодня это все. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Если же это так, вы знаете, что делать. Ну а с вами был Жираф, всем огромной удачи, берите микс на вооружение, атакуйте, берите трешки. Увидимся с вами в следующем видеоролике, либо услышимся на следующей прямой трансляции. Спасибо за просмотр и пока-пока.